всем привет и добро пожаловать на канал бибитаки dolls и сегодня я покажу вам как я ухаживаю за волосами своих кукол на примере евгении у которой были кудри но они были в очень плохом состоянии я их мыло один раз завивала не хватило мне терпения поэтому не очень получилось и сегодня я буду перезавивать ее а вторая кукла это поппи паркер бонбон и у нее изначально были кудряшки и очень много укладочных средств я их смывала переделывала перезавивала но тоже не очень понравился результат и я хочу в итоге ее ей волосы выпрямить и обратите внимание кукла у меня стояла в шапочке от евгении и флок с нее немножко нападал на ее макушку и его тоже нужно смыть для того чтобы вымыть волосы кукла их нужно для начала хорошо помочить обратите внимание часть укладки у поппи я буду оставлять неизменной хвост и основную массу волос буду выпрямлять то есть челочку и вот этот кок на голове я хочу оставить такой как она и была очень плохо смывается этот флок поэтому будьте аккуратны со всеми этими бархатистыми шапочками они ужасно сыпется и остаются на волосах вообще когда моете голову кукле неважно в какой на самом деле воде вы это делаете чтобы вам было комфортно хорошо промочить волосы снимите обязательно все украшения сережки кольца даже если они не попадают в воду просто потому что вы можете их потерять и теперь берем вообще абсолютно любой шампунь на самом деле гель для душа средства для вытья посуды вообще жидкое мыло то есть абсолютно любая моющая такая жидкость до для волос для тела для рук потому что это все-таки неживые волосы им не нужно какое-то там питание увлажнение уход ваша задача просто вымыть а моет у нас просто тупо мыло хорошенечко все это промываем дело если у вас есть какой-то лак укладочные средства то прям пальчиками разделите волосы чтобы все 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 это у вас ушло у кукол из коробки сразу часто бывают и жирные сосули вместо волос сплющенные кудри которые не всегда выглядят красиво очень часто укладки у интегрити то есть выглядит роскошно но бывает что что-то пошло не так и она выглядит так себе их приходится смывать и вот нужно вымыть весь вот этот лак с волос сразу предупреждаю укладки которая была после мытья не будет то есть если у вас была не кудрявая кукла а именно с укладкой то от укладки ничего не останется вот у кудряшек остается обычно такие волнушки приходится еще больше что-то делать а вот у тех у которых уложена какая-то прическа нет у нее просто останутся прямые волосы придется перезавивать поэтому если вы не готовы завивать то лучше и не на не нужно эти волосы трогать пускай будут такие какие есть промыть нужно под проточной водой и вытираем все это дело полотенцем мягким пушистым которая хорошо впитывает влагу не бойтесь за лицо за реснички так видите то есть не бояться воды их спокойно можно мочить купать и даже в бассейне они у меня плавали кстати хорошо плавают не тонут вот обратите внимание у нее кудри все равно остались то есть это те самые заводские кудри которые у нее были изначально и промываем вторую куклу хорошенько все намыливаем кудри у этих кукол сделаны по-разному то есть уже не было именно укладка а у поппи сами волосы из такого кудрявого волокна как будто бы сделано то есть такое ощущение что у жени кудри держались исключительно на лаке а вот у поппи сама текстура волоса была другая и поэтому они были по-другому и выглядели изначально то есть не ровными какими-то кудрями ложными а просто как такие завитушки все хорошенечко промыли промываем под проточной водой и все это дело вытираем полотенцем если у вас кукла с укладкой и вы не хотите ее переделывать она начинает плохо выглядеть потому что в ней скапливается пыль начинают выбиваться какие-то волоски то просто пройдитесь по этим волосам мягкой кисточкой чтобы просто во первых убрать пыль и если вы намочите кисточку и пройдетесь по волосам либо кисточку либо зубную щетку то можно будет присобрать волосинки которые выбились из этой прически то есть видите уже не практически не осталось кудрей то есть какой-то легкий завиток остался но той укладки больше нет и теперь волосы нужно обработать бальзамом тоже абсолютно вообще любым не нужно брать какой-то супер дорогой бальзам для этого потому что наша задача опять же не оздоровить волосы не напитать да нам нужно вот именно вот эта маслянистая текстура бальзама которая сделает волокна более такими гладкими а это делает вообще абсолютно любой бальзам хорошенечко промазываем и оставляем минутки на три и затем смываем бальзам в чистой воде сначала промываю в миске а затем под проточной водой важно хорошо смыть бальзам иначе обратно получите не очень красивые сосули и теперь нам нужна чашка с горячей водой и перейдем к укладке горячая вода нужно для того чтобы волосы приняли нужную нам форму потому что это все-таки синтетика то есть чтобы они стали более податливыми нам нужна горячая вода мочу волосы жене в горячей воде немножко отжимаю и теперь я буду делать ей укладку кладку из волн то есть чтобы волны шли горизонтально сверху вниз и беру нарезанные трубочки для напитков и начинаю распределять волосы помогаю себе расческой то есть я хочу чтобы вот здесь у меня был первый завиток затем он уходил внутрь и второй завиток начинаю с верхней части то есть зачесываю волосы немножко наверх и подкладываю вниз кусочек трубочки и теперь мне нужно закрепить ее невидимкой с одной стороны и с другой стороны будьте аккуратны с невидимками не берите старые невидимки у которых внутри облезла краска потому что невидимки могут проржаветь и окрасить волосы ваши куклы если у вас невидимки все-таки старые да то можно вниз под невидимки проложить кальку теперь расчесываем следующий этаж и и вот здесь мне нужно будет нужен будет загиб в другую сторону поэтому здесь я кладу трубочку с другой стороны и то же закрепляю невидимки то есть вот здесь у нас будет завиток и и делаем второй такой же завиток подкладываю трубочку вниз и закрепляю невидимкой и остались хвостики они у меня будут смотреть наружу подложила трубочку и закрепила но если мы оставим вот так то ничего конечно же не получится нам нужно чтобы они были вот в таком состоянии чтобы наш завиток был более явным то есть вот так в гармошечку сложить для этого я беру маленькие резиночки собираю гармошку и прикрепляю ее ко всей голове прям наискосок все подравниваем и оставляю все это вот в таком положении на ночь только завтра утром мы узнаем что у нас получится ничего страшного если завивка сразу не получится просто точно так же намочили волосы в горячей воде и оставили еще раз на ночь главное хорошо просушить не торопиться потому что если снимете бегудежки с влажных волос то все развалится и держаться не будет никакими укладочными средствами лаком сбрызгивать даже не нужно то есть вас вот эти кудри будут довольно долго и хорошо держаться поппи я наоборот хочу волосы выпрямить сделать их менее кудрявыми хотя бы конечно полностью выпрямить с одного раза их не получится то есть это будет довольно длительный процесс покажу сразу как ухаживать за челочкой вам нужно ее положить на пальчик взять зубную щетку просто зубной щеткой по пальчику вот так вот прочесать то есть она уже завитое она вспомнит как она должна была лежать и все лишние волосинки у вас выпрямиться и все будет в порядке и зубной щеткой очень удобно подправить форму то же самое вы можете сделать вот этим вот начесом все лишние волосинки немножко подправить для того чтобы выпрямить нужно снова опустить все это в горячую воду и довольно долго и упорно расчесывать расческой все это стало более прямым более ровным когда вы причесываете вы видите в какую сторону у вас закручиваются волосы и старайтесь не поддерживать это их стремление вытягиваете волосы прям это процесс действительно очень очень длительный потому что избавиться от кудряшек иногда бывает очень сложно если сами волосы были изначально кудрявые да если это не за счет укладочных средств то есть вот вы видите что остается некий изгиб итак вы проходитесь по всем волосам до тех пор пока результат вас не устроит иногда есть смысл подождать когда они высохнут и снова это сделать до причесать сухие волосы то есть выпрямление кукольных волос это бесконечное их расчесывание опять же если у вас были какие-то кудряшки потом вы что-то перезавили переделали и хотели бы вернуться к первоначальному варианту можно просто вымыть волосы кукле и скорее всего они вернутся к тому что было конечно не так сильно будут завиты но ваша какая-то первоначальная завивка вернется даже неловко вам такое показывать но в общем волосы чтобы выпрямить можно еще и закрепить для того чтобы они лежали ровно и не скатывались и периодически вы можете подходить и мочить вот эти локоны кипятком прям кипятком для того чтобы они выпрямлялись и через довольно продолжительное количество времени они будут становиться все ровнее и ровнее и следующий страшный шаг я беру все эти волосы опускаю куклу вниз головой и поливаю волосы только волосы не голову только волосы кипятком прямо из чайника и после этого снова выпрямляю и расчесываю а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...